Все эти годы, до самой смерти, Галина Сергеевна была в этой артистической уборной. Сейчас, на этом столике, сидит Екатерина Сергеевна Максимова, это ее ученица, любимая ученица. Практически вся моя творческая жизнь прошла в этой комнате рядом с Галиной Сергеевной. Она была необыкновенно скромным человеком и всегда спрашивала, можно войти? Сначала как-то я очень стеснялся, потом я поняла, что это очень простой, очень человек, который как-то совершенно не придаёт значения, кто она такая или что. Очень просто обращалась со всеми, разговаривала, всегда спрашивала, как дела, как спектакль, какой следующий спектакль, как интересовалась даже моей жизнью, хотя я с ней никогда не работала. Такой вот случай, который мне на всю жизнь запомнился, я сидела в уборной нашей артистической, по-моему, на этом диване, просто другой был диван, и у меня случилось какое-то большое такое личное горе, я сидела, рыдала, плакала, мне было так плохо, что, не знаю, жить не хотелось. И вдруг я слышу, Галина Сергеевна открывает дверь, и я еле-еле успела смахнуть слёзы, она входит и говорит, Машенька, что? Что с тобой же случилось? Я говорю, да нет, нет, Галина Сергеевна, всё нормально, всё. Нет, ну я же вижу, что ты расстроена, ну что, расскажи мне. Я даже не помню, рассказала я или нет, я просто помню, что это было что-то очень личное. И она мне сказала, вот сейчас я тебе скажу, и тебе станет намного легче. Вот ты знаешь, у тебя же впереди очень много спектаклей интересных. Попробуй уже сейчас, вот что бы с тобой ни случилось в жизни, вот эти моменты, вот не проходи мимо, оставляй их, переноси их на сцену. Так, чтобы ты могла в любой роли использовать это естественное такое вот твоё состояние. Чем это будет естественнее на сцене, тем зрителю будет понятна твоя роль. И вот это всю жизнь, этот её совет очень мне помогал, что я ему следовала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Был на Кубе фестиваль Жизель, где-то были 70-е годы. Галина Сергеевна была приглашена как гость. И вот в один из таких дней, когда мы были свободны, нас, по-моему, Азарик Плесецкий нас пригласил поехать на пляж и погулять немножко, подышать воздухом. Сидим, песочек так бросаем в море. Я так и клянусь, смотрю, Галина Сергеевна какую-то гимнастику делает. Уже когда меня подзывает, говорит, Маш, поди сюда. Я смотрю, она вот так на мостик встаёт и говорит, вставай мне на колени. И я так говорю, Галина Сергеевна, я не могу, я не могу этого сделать. Вставай, ну вставай, я же не могу долго стоять. В общем, я не знаю, как это произошло, но я встала действительно ей на колени. Она меня так и тянула, и у нас такая поза получилась. Я потом сама не могла сказать, как я вообще осмелилась на такой, чтобы встать ей на колени. Когда она мне сказала, я просто хотела убежать, потому что не представляла себе, как я могу это сделать. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ